Музыка Проект назывался «Гражданская инициатива», потому что инициаторами были не только члены партии, но инициаторами были жители города Азова. Речь идет о переулке надежном. На тот момент было 30 лошадей, которые остались со времен распада Советского Союза. Это комсомольская школа конного спорта. Союз распался, комсомольцы стали другими людьми, а лошади остались. 30 лошадей в плотной жилой застройке живут фактически в диких условиях. И они стали голодать, они стали умирать. И после адреса публикации средств массовой информации партийная организация обратилась, и полицовет принял решение, что бросать над самотеку эту 20-летнюю проблему нельзя. Почти 20 лет эта тема длилась. Поначалу мы хотели просто выкупить этих лошадей и передать их в центр, в эколога, но сферный заповедник в Лаганаге. Мы были первые в Российской Федерации, кто в судебном порядке попытался реализовать вот эту вот статью Гражданского кодекса о выкупе домашних животных, которые ненадлежащим образом содержатся хозяинами. Судебных прецедентов на тот момент не было. Мы суд проиграли, потому что к тому моменту хозяйка лошадей постелила новый шифер, судья выехала и сказала, ну раз как. А получилось так, что как раз на весну попали. Гон закончился, и лошади начали плодиться. И размножаться, говорит судья, лошади размножаются, все классно, все здорово, оставляем. Это равнодушие некоторых людей, которые, заняв то или иное чиновничье кресло, считают, что они достаточно понимают в этой жизни, и жизни наших казахчан для них неинтересна. Ну вот удалось, в общем-то, преодолеть это сопротивление. Мы привлекали специалистов, казаков, проводили круглые столы. Кстати, собирали деньги, собрали, жители тогда откликнулись и собрали почти 200 тысяч рублей денег на то, чтобы выкупить их лошадей. 40 тысяч собрали жители, мы бутылки расставляли по аптекам, по магазинам, и остальную сумму дали юридические лица. Эти деньги мы вернули, оставшуюся сумму передали, как раз вот случилась трагедия в Южной Осетии, война, и вот дети, которые приехали сюда к нам, мы их передали. Помните, как в древней мультике, да, мы строили, строили, наконец построили. Я не чебурашка, но хочу сказать, что мы работали, работали, но вот мы, наконец, этот проект выполнили. Я хочу поблагодарить, прежде всего, Тамара Филипповна Одинокову, потому что благодаря ей этот проект реализовался. Жители города Азова сегодня могут жить спокойно, без майского гона лошадей, когда они, сбивая пожилых людей, детей пугая, когда они, ломая ограды, заскакивали в подворье и пытались спастись от голода, объедали все то, что начинало зеленеть. Сегодня все эти участки освобождены. Может быть, там должны быть скверы и детские площадки, не знаю. Но то, что там не должно быть, то, что сейчас там навален мусор, то, что там груды навоза, вот этого там точно не должно быть. Спасибо всем партийцам, всем, кто принимал участие. Надеюсь, я уложился в 10 минут. Мы этот проект закрыли. Ни одна лошадь на колбасу не пошла, мне там задали этот вопрос. Значит, часть лошадей забрали казаки, часть лошадей хозяйка, собственница сама, передала на передержку или на содержание. Часть лошадей, благодаря поддержке Азовского района, они выделили там, там есть тоже пустующий коровник, вот часть лошадей передали туда. Они построили новую спортивную сконную школу в городе Азове? Нет, не построили. Наоборот, одним спортивным, культурным, экологическим объектом в городе стало меньше. А что они построили? Остался участок? Они его освободили. Дай бог, чтобы жители окрестностей от этого получили пользу. Хотя, насколько я помню, начиналось все это гораздо более подковерно и гораздо более, ну, скажем так, с персональным назначением. Начиналось. Это когда уже пошел шум, пошел даже международная огласка этой темы, то теперь уже, конечно, стыдно и неудобно будет забрать это под жилье. Однако, как это было в начале, мы помним. Школу развалили. Семью, семью разогнали. При этом, как видите, лошадей разбросали в разные места. Они, по заверениям господина Симакова, не попадут на колбасу или не попали. Права собственника нарушены, и в этом есть идеология, наверное, единой России. Потому что вы слышали фразу, часть лошадей забрали казаки. Как забрали? Попытка в свое время выкупить этих лошадей наткнулась на честного судью, что в наше время тоже достаточно уникально. А честный судья пришла и увидела, сходила, не поленилась. Дай ей Бог здоровья, скажите нам, пожалуйста, фамилию этой суди. Я отлично отправлю ей букет цветов. Она не поленилась, сходила, посмотрела. Оказывается, крышу, эта негодяйка, вопреки всем стараниям единой России, она перекрыла крышу, и у нее народились жеребята. И вот поэтому суд им отказал в разорении этого всего тогда. Вы понимаете, какую цель перед собой ставила эта компания, компания Симакова? Разорить, выгнать, отнять. И только. И только. Да, он не Чебурашка, отнюдь не Чебурашка, потому что Чебурашка это олицетворение чего-то доброго, собирательный образ некого животного, и доброго, и приятного, хорошего, нашего правильного отношения к животным. И к людям тоже. Потому что здесь сейчас мы имеем дело с полным уничтожением, разорением семьи. И я очень надеюсь, что это не есть идеология в целом партии. Потому что аплодисменты, которые раздались в зале, он их так вытянул из публики. Вот на этом месте, вот здесь, умирала наша дворовая собака. Наша дворовая собака, у нас здесь было две дворняги во дворе на пульсе, которые прибились, которых кормили все наши сотрудники, и все, кто здесь присутствует. Они бегали в тот двор, и вот буквально три дня назад их отравили. Одна умирала вот здесь, другая вот здесь. Вот. Мы не успели. Мы повезли их в ветеринарку, не довезли. Похоронили. Но кто-то поставил галочку, что в городе бродячих собак, наверное, стало меньше. Я так думаю. Я не знаю, кто это сделал. Может быть, злая соседка из соседнего дома. Может быть, негодяй, которому поручили чистить город от бродячих животных. Вот вам и чебурашка. Спите спокойно, дорогие товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok